Мы говорили о том, что, послушайте, очевидно, до сегодняшнего дня мы приносим десятины, приношения, даяния, дары, ну, другими словами, деньги, и ложим их в какую-то корзину, ящик, не знаю, какой-то резервуар, кулёк, ну, не важно, да, куда-то мы их складываем, да. И, в общем-то, ничего сверхъестественного не происходит, слава Господу, наверное, мы, потому что, ну, некоторые бы могли сильно расстроиться, потому что дары одних были бы приняты, а другие нет. Понятно, о чём я говорю? И вот те, которые, в общем-то, не были приняты, и их дары не были приняты, могли сильно обидеться на тех, которых приняли. Да? Я не просил вас рассуждать, кого из ваших братьев и сестёр Бог принимает, а кого нет, по вашему мнению. Не просил? Нет. Хорошо. Но я просил вас порассуждать над тем, что же было такого в вере Авеля, чего не нашлось в вере Каина. И сказал вам, что это, в общем-то, размышление не совсем имеет теоретическое значение. В общем-то, я думаю, что это имеет практическое значение для каждого из нас сегодня. Имеет? Потому что мы приносим деньги, дары, складываем, и было бы неплохо для себя знать, мы же это всё делаем с верой. С верой, да? Не все согласны с этим. С верой, да? Мы делаем это с верой. Вот теперь вопрос, а насколько правильна наша вера? Говорит ли наша вера то же самое, что говорит до сегодняшнего дня? Вера правильна. Вот с этим мы и, собственно говоря, вчера расстались. Поэтому я предупреждал, что я не шучу и буду вас спрашивать. Вот этот момент наступил. Суть вопроса понятна? Не советую вам молчать. Ну, мне так показалось, что непосредственно, если смотреть на 11 главу Еврея, то, ну, я думаю, может быть, Каин от слышания того, что он слышал от родителей, то есть он не поверил и пришёл к Богу, как мы вчера говорили, что приходящий к Богу должен верить, что он есть. То есть он как бы к нему пришёл, но не поверил, что он есть. Ну, и вера не воплотилась. То есть от того, что он слышал от родителей, он не поверил им на слово, просто применил это как-то практически. То есть он не поверил, что Бог есть, и поэтому он понёс ему дар. Тут же вот в 11 главе к евреям сказано о том, что вера Авеля, она свидетельствовала о том, что Авель был праведен, и поэтому Бог принял от него дары. Стало быть, жертва Каина была не принята Богом, потому что его вера не говорила о том, что Каин был праведным человеком. Но его сердце, оно было, может быть, как больше принёс не Богу, Творцу, а как идолу какому-то, и пытался с ним договориться. Может быть, так еще не будет. Смотрите, важное, наверное, замечание. Важное будет, наверное, замечание. Вы говорите, он был праведен, а второй был неправеден. Что такое праведен? Тогда возникает вопрос, что такое праведен? Какой человек праведный, какой неправедный? Правильное положение перед Богом. Вот это, очевидно, будет, ну, как бы праведное. Я забыл предупредить, я достаточно долгое время преподавал в Киевском политехническом институте. Я, в общем-то, вижу и слышу, когда в аудиториях кто-то разговаривает. Если вас не затруднит. И я не против того, что вы говорили. Я просто буду молчать. Не буду мешать вам общаться. Хорошо так? Хорошо. Итак, правильное положение перед Богом. В чем было правильное положение перед Богом? В послушании чему? Пожалуйста. Есть в Новом Завете такое высказывание. Делами вера достигает совершенства. И при наличии веры, если у одного человека дела есть, а у другого человека дел нет, то, соответственно, по этим делам вера и определяется, насколько она совершенна или нет. А если мы внимательно почитаем то, что говорится в Торе о Каине, когда Господь конкретно обращается к нему, то, в принципе, там можно сделать вывод, что в его жизни добрых дел не было. То есть та фраза «если делаешь доброе», ее можно, конечно, рассматривать так, как вы вчера сказали в отношении жертвы. А поскольку мы пришли к выводу, что жертва в принципе значения не имеет, можно рассматривать эту фразу не как констатацию того, что Каин делает добрые дела, а просто как, когда Бог обращается к Каину и говорит, если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица. Но мы из предыдущего стиха видим, что у Каина лицо было поникшее. И дальше Господь говорит, а если не делаешь доброго, то есть мы можем, сопоставив эти два стиха, сделать вывод, что Каин не делал доброе. Грех, скажем так, пока лежит на пороге у двери. Не соглашусь с вами. По одной простой причине. Если вы не делаете доброе, то вы грешите. Тогда почему Господь сказал, у дверей грех лежит? Потому что он направлялся в ту сторону. Он сделал доброе, но у него лицо поникло. И вопрос состояния поникшего лица, это вопрос внутреннего состояния, а не состояния поступков. И на это состояние Всевышний обращает его внимание. То есть его внутреннее состояние. Я закончу свою мысль. Моя мысль была ниже следующей. Мы обсуждали сейчас поступок. Обсуждали поступок? Вроде веру. Ну, вы начали с поступков. Вы начали с того, что вера, она выражается в чем? В делах. В делах, окей. Как выразилась вера Авеля в делах? Принесением жертв. Дара. Не будем сейчас разбирать, но там слово все-таки дар употреблено. И в послании к евреям, когда говорится о жертве, там тоже может быть переведено, когда. Есть разница, на самом деле. Не будем сейчас вдаваться в эти подробности. Итак, его вера выражена была в принесении дара. Скажите мне, пожалуйста, а вера Кайна как была выражена? Тоже в принесении. Но учитывая даже тот момент, что вчера же вы ссылались на Исаию первую главу, то мы четко можем увидеть, что даже при наличии принесения самых шикарных даров, если жизнь человека не соответствует определенным Божьим стандартам, то эти дары ценности не имеют. Вообще дары ценности не имеют. И стало быть, и сами люди, они отвращают от себя Господа, когда они ведут себя недостойно. То есть, если сопоставив вот все вот эти вот места, которые я упомянул, то можно в принципе сделать, что... В принципе можно. Как я вижу, по крайней мере, значит, что жизнь Кайна, она была неугодной Богу. Хотя он не принес дар. Лично я этого не нахожу. То есть, путем логических умозаключений мы можем прийти к тому, что, ну вообще он был плохим человеком, очевидно, понятно, ничего хорошего сделать не мог. Нет, не из этих. Делал просто все плохо. Нет, нет, нет. Я как раз таки не из этого исходил, а из текста, который я читал. Правильно. Но текст не говорит о плохих поступках Кайна. Но из того, что Господь говорит, обращаясь к Кайну, я лично вижу намек на то, что, послушай, Кайн, ты идешь не в ту сторону. А если идешь не в ту сторону, то, извините, ну вот с момента, как человек свернул, он уже делает не то. Не хочу с вами спорить, не хочу с вами спорить, но вы делаете некоторую некорректную вещь. Мы обсуждаем сейчас поступки. Я вас спрашиваю, вы можете показать мне из Писания, что он сделал плохие поступки? Вы мне говорите, нет, но я вижу намек. Ну, извините, вы можете видеть намек, но это не говорит о том, что он делал плохие поступки. Согласен. Согласен. Когда Бог обращается к нему и говорит о его поникшем состоянии, он обращается к нему после какого-то конкретного события в жизни Кайна или вообще просто решил Бог к нему обратиться? После конкретного события. Скажите мне, пожалуйста, если бы вы были правы, то, очевидно, Творец бы обратился к нему, поскольку он вел себя не совсем хорошо, и вы видите намек в тексте о том, что он вел себя не совсем хорошо, и его лицо было поникшим, я правильно понял? И поникшим оно было из-за его плохих поступков, то, очевидно, Творец, который желал остановить свое творение, должен обратиться был раньше? Или нет? Ну, пользуюсь правилами элементарной логики. Если Творец, видя неправильное поведение своего творения, хотел остановить творение на неправильном пути, он должен был обратиться к нему тогда, когда творение начало поступать неправильно. То есть вы хотите сказать, что... Я пока ничего не хочу сказать, я спрашиваю. Я вообще ничего не хочу сказать. Вы сказали о том, что поступки свидетельствуют вот об этом. Обращение Творца говорит о том, что он был, ну, не совсем хорошим человеком, и вел себя, в общем-то, не совсем правильно. И это обращение, в общем-то, никоим образом не должно быть связано вот с этим, как я вчера утверждал, а оно связано вообще с поступками и жизнью Каина. Это же вы сказали? Да. Я же тогда вам задаю вопрос. Я ничего не хочу сказать. Я задал вопрос. Можете на него ответить? Тогда мне непонятна ситуация. Если Каин действительно вел себя... Вы ведете себя некорректно. Вы не дали ответ на мой вопрос. Вы можете ответить на мой вопрос? Ну, скажем, нет. Нет. Спасибо большое. Я думаю, полемику мы можем продолжить после... Или в перерыве, или после ворота. О чем идет речь? Речь идет о том, что если бы было так, как вы это утверждаете, как вы видите из намеков, то, по идее, Творец обратился бы к нему немножко раньше. Но мы видим, что дар одного из приходящих был принят, а дар другого был не принят. И действительно, к Каину пришло что? Огорчение. К нему пришло огорчение, и Всевышний, видя эту горечь в его сердце, обращается к нему и говорит, послушай, есть проблема. Где проблема? В твоем поведении или в твоем сердце? В сердце. Где проблема? В сердце. И он говорит, есть проблема. С таким сердцем ты находишься в состоянии, когда грех лежит где? У дверей. Причем грех еще не был проявлен. Это понятно? Почему он не был проявлен? Потому что Бог говорит ему, ты можешь что делать? Господствовать. Ты не обязан грешить. У тебя есть сила быть господином в данной ситуации и не согрешить. Он предупреждает его о том, что не стоит тебе так поступать. Понятно, почему я не совсем согласился с вами? Тогда возникает такой вопрос. А если бы Каин, при том, что его дар не был принят, не огорчился бы, то как бы дальше тогда история развивалась? Тогда бы у Бога, в принципе, не было бы оснований к нему обращаться с этим предупреждением, и, возможно, история бы пошла по-другому. Или же, скажем, не, ну вот реальный практический вопрос. Если Бог не принимает моих даров, я об этом знаю, но при этом я не огорчаюсь, это получается лучше, чем если бы огорчился? Вы не поверите? В общем-то, да. Да. Ну, конечно, может быть, лучше, чтобы вы кого-то убили из огорчения, я не знаю, чем не убили, к примеру. Как по-вашему? Лучше, чтобы убили, да? Ну, так, чтобы искренне быть. Знаете, некоторые люди говорят, так зато я грешу, но зато я искренне это делаю. Что ж вы хотите, чтобы я не грешил и был лицемером? Ну, в общем-то, лучше быть лицемером и не грешить, чем искренне грешить. Понятно, да? Мысль понятна. Вторая, ну, не совсем правильная ситуация, когда мы говорим, если бы вот это, если бы вот это, вспоминается пословица, если бы докобы во рту выросли. Это не наш путь, товарищи. Мы не ходим по нему, поэтому давайте ближе к тексту. И не будем размышлять над тем, что было бы, если бы. Да? Мы будем говорить о том, что у нас есть факт, поступка человека. Да? И вот мы его видим. И причем видим, что до того, как человек еще совершил этот поступок, Бог обращается к нему и говорит, послушай, дружище, не надо. Вот по этому маршруту, по которому ты отправился, лежит кто? Грех. Но я даю тебе власть над ним. Потому что после того, как ты согрешишь, ситуация, в общем-то, коренным образом может измениться. Каким образом? Делающий грех есть раб греха. Есть момент, когда ты находишься в состоянии не греха, и ты можешь над ним что делать? Господствовать. Второе состояние, когда ты, ты стал рабом греха. У тебя есть в жизни некоторые проблемы. То состояние, в котором находился Каин, было на тот момент состоянием рабства. Бог обращается к нему и говорит, послушай, у тебя могут возникнуть проблемы, но у тебя есть сила побороть эти проблемы. Ничего не изменилось. У вас постигло искушение не иное, чем. Но верен Господь, который даст силы его преодолеть. Понятно, о чем идет речь? Состояние Каина не было состоянием уже состоявшегося грешника. Понятно, против чего я? То есть, ваш тезис был таков, что, ну, как бы, ну, понятно, и вся жизнь была такая. Но Бог обращается и предупреждает свое творение об опасности этого маршрута. Потому что горечь, которая была в этом сердце, она привела к чему? К убийству. Бытие 27, 34 и 41 стих. Бытие 27, 34 и 41 стих. Исав выслушал слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль. Что у него было? Горечь. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которое он благословил его отец, и сказал, Исав, в сердце своем приближается дни плача по отцу моему, по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. Что мы видим? Что мы видим? Которое толкает человека к чему? К убийству. Евреям 12 глава 15 стих. Евреям 12 глава 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Он попадает в весьма серьезное состояние, и Бог предупреждает его. Говорит, Каин, есть огромная проблема, но ты еще можешь властвовать над этой проблемой. Ты еще властелин, ты еще не согрешил, но если ты переступишь эту черту, если ты перейдешь через этот порог, что произойдет? Ты согрешишь. Понятно, да? Итак, я возвращаюсь к тому же самому вопросу. Послушайте, вопрос принесения даров и веры является, в общем-то, достаточно серьезным вопросом. Почему? Потому что мы до сегодняшнего дня выражаем свою веру через принесение дара. И когда я опускаю деньги, мне нужно знать, по сути дела, правильная у меня вера или неправильная? Если вы не можете понимать того, в чем была неправильность веры Каина, и в чем была правильность веры Авина, если вы не можете разобраться для себя, то вопрос, а вы с какой верой это делаете? Согласен. Пускай они делают как хотят, главное, что я благодарю. Каин и Авель. Мы про них, мы все про них. Вера, есть много видов веры. Вы в курсе, да? И мы вчера затрагивали веру, которую имел Авраам, веру, которая не имела дел. Сегодня мы затрагиваем часть веры, которая имела определенные дела. Правильно? И то, о чем вы говорите, что, в общем-то, вера, она выражается через дела. Но проблема этого случая в том, что у обоих братьев вера выражалась через одно и то же дело. Понятно, в чем сложность? Если бы они, в общем-то, один принес, другой не принес, ну, все бы было нормально, все было понятно. Но поскольку они оба принесли, то непонятно. Микрофон? Пожалуйста. Как два мальчика росли в доме отца Адама. Адам рассказывал о том, что Бог, когда с ним приходил в сад, разговаривал. И потом произошел конфликт, и Адаму с мамой пришлось уйти из Эдемского сада, там была упомянута жертва животного из крови, которая бы покрывала их грехи. Потому что отныне уже они были в грешном состоянии. И Авель, когда вырос, он, может быть, смотрел на свое сердце и проверял его, что, может быть, в сердце не все там правильно, и он принес этого ягненка. У меня вопрос. А у вчера были? Нет. Спасибо. Вам, наверное, надо будет прослушать вчерашний диск. Мы вчера разбирали этот момент, что жертва не имела особого значения, и потом, в общем-то, когда Всевышний дал закон своему народу Израилю, он принимал продукты проклятой земли, в частности, были хлебные приношения. И поэтому вопрос был не в том, что это была жертва с кровью, а та была жертва без крови. Нет, он просто верил заместительную кровь. Ну, понимаете, в чем дело. Я, конечно, это его была вера, что она очищает. Нет, он уже имел откровение о заместительной жертве. Знаете, не все до сегодняшнего дня поняли это откровение о заместительной жертве. Понимаете, я думаю, что им это точно не было открыто. Ну, я так думаю. Может быть, вы правы. Не вопрос. Там написано, что вообще изначально, как Бог заповедовал, принести нужно было первое. Авель принес первородное, а Каин принес спустя некоторое время. То есть, он принес не первые плоды, а уже последующие плоды. Я слушаю, слушаю. Мы вчера тоже это разбирали. А, да? У меня тоже не было. Окей. Смотрите, вопрос сосредоточен на том, что он принял Авеля. Мы можем видеть, и я толкал вчера всех присутствующих на путь того, что, да, та была первородная, та была лучшая, та была из лучшего лучшая. Тот дар был действительно очень прекрасный, специфический, и об этом даре все сказано. А даре Каина ничего не сказано. И поэтому мы можем сделать вывод, что один был хороший, ну, а второй как бы. Но на самом деле, когда мы об этом говорили, мы говорили вот о чем, что прежде всего интересовала творца, его интересовала другая часть, его интересовал человек. Здесь важный момент, о котором я хотел бы вам сказать. Вопрос в чем? Для обоих братьев не было чем-то удивительным знанием о творце. Поймите, если вы рождаетесь у родителей, которые, в общем-то, до недавнего времени находились в Эдемском саду, если вам с детства мальчики соседские не рассказывают, что вы сумасшедшие, потому что вы верите в Бога, потому что эти мальчики отсутствуют, а вы воспитываетесь только в одном доме, где родители знали творца, то неоткуда взяться информации о том, что это сказки. Понятно, да? То есть, если бы вы воспитывались в доме, где вы бы слышали только одних родителей и больше никого и никогда, понятно, да? И вы с детства бы слышали только одну истину о том, что Бог есть, Он вот такой, мы жили вот там, и вот это произошло, и никакого конфликта на самом деле не было, мы согрешили, нас выгнали, это не конфликт, это проблемы, которые наступили в средстве греха, то вы бы по-другому себе не представляли. Понятно, да? Вторая вещь, которую нужно знать, и эта вещь лежит в основе вообще иудаизма, фундамент, с которого я никому бы не советовал сходить. Цель творения узнать творца. Вы не поверите, это цель творения, и если творение не достигнет этой цели, извините, творение будет за это нести ответственность. Помедленнее, я записываю, понял? Цель творения узнать творца. И творение будет нести ответственность перед творцом, если оно его не узнает. Это фундамент. Вы хотели что-то спросить? Мысль такая. Вот Исаф и Иаков. Они еще когда были в утробе у матери, один был угоден Богу, а другой нет. Откуда вы это знаете? А там было написано, что Бог сказал, что от тебя родятся два народа. Так. И какое это имеет отношение к Айну и Авелю? Может Адам с Евой тогда согрешили, может тоже еще раз. Вы берете других двух братьев и говорите о другом откровении. Мы сейчас обсуждаем Каина и Авена. Может уже там в утробе были? Я прошу прощения. Они не были близнецами судя по всему. Ну да. Ну один грех взял, другой. Давайте мы договоримся, что то замечание, которое справедливо было в прошлый раз, оно останется и для вас. Мы не будем жить предположением. Писание нам об этом что-то говорить. Большая просьба. Если вам приходят какие-то мысли в голову, вы пожалуйста смотрите, чтобы они были как-то в ключе того, о чем идет речь. Хорошо? Еще раз повторюсь. Цель Творца для творения понятна и достижима. узнать Творца и исполнить его волю. Знаете, многие люди представляют процесс творения очень странно. У них такое впечатление, что Творец вот как-то он встал с утра и думает чем бы мне заняться. Потом вот именно как что-то сделал, думает вот это я дал, как бы его применить, для чего я это вообще сделал, что с этим делать. Вы таких творцов вообще встречали? Встречали? Вам не повезло, я не видел. Мне везло, я не видел таких творцов. Сначала они как сотворят, а потом думают, что вот это для чего я это сделал. Да, вот то такое творчество. Знаете, даже своих детей я воспитываю всегда и прошу их об одном и том же. Если вам тяжело, если вы что-то делаете, вы для себя ответьте, для чего вы это делаете. Потому же, как правило, когда они что-то сделают, я их спрашиваю, зачем? Он говорит, не знаю. Я говорю, тебя просил, когда ты делаешь, самому себе отвечать на вопрос, а зачем, собственно говоря. Так вот, Всевышний не творил таким образом, что я сначала сделаю, а потом придумаю для чего. Он имел для творения определенную цель. И вы знаете, он настолько любящий и добрый, что он не играет с творением в такую игру. Я вот сделал, у меня есть цель, но я вам не скажу, догадайтесь. Ну что, не можете, да? Ай, смотри, опять не угадал. Ну ничего, я тебя за это накажу, попробую еще раз. такое впечатление, что у нас Бог вот так с нами поступает. Знаете, он как бы сделал это для чего-то, для чего нам не сказал, и теперь пытается посмотреть, как мы будем угадывать то, для чего нас сотворил. Послушайте, картина предельно простая и ясная. Римлянам первая глава. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человека, в подавляющей истину неправду, потому что нужно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы. От создания чего? Мира. От создания мира все видно. Все видно и понятно. Чашечку видели? Творца видели чашечки? Не видели. А он есть? Может его нету? Поскольку есть творение, то есть творец. И Писание очень просто говорит, посмотрите, творение свидетельствует о наличии творца. Все предельно просто. И Бог явил своему творению себя, и мы можем через рассматривание творений познавать кого? Творца. Все нормально. Его откровение от создания мира явно для творения. Это не скрытая тайна. Это явно и творение легко при желании может об этом что? Узнаем. Поэтому эти два мальчика в курсе были. Понятно, да? Они были оба в курсе. Но вы знаете, что с того самого времени у творения есть различные отношения к творцу. Вот с того счастливого момента все человечество поделилось на две ветки. Одна ветвь с правильным отношением к творцу, а вторая одна ветвь она ищет потребительских взаимоотношений, другая ищет отношений или взаимоотношений. Творец сотворил творение для того, чтобы иметь с творением отношения, взаимоотношения, чтобы с творением общаться. Понятно, да? Иначе бы он не смог объявить своему творению цель, свою волю. Поэтому первая ступень это познать творца, вторая творить его волю. Все достаточно просто. Это является фундаментом. Если мы верим в Бога Авраама Ицхака Якова, если мы верим в Творца, который сотворил небо и землю, то мы верим в то, что он в общем-то мудрый. Он не сотворил, что попало и потом пытается найти этому применение. Он сотворил нас с определенной целью и первая из доступных простых целей, которые есть для нас, это узнать о том, что он есть и он творец. Вторая цель тоже понятная, простая и доступная творить его волю, соответствовать своему предназначению. Это понятно? Здесь просто все. Итак, люди некоторые, зная о том, что есть высшая сила, пытаются с ней договориться. И мы об этом вчера говорили. О том, что есть часть умных людей, которые понимают, что что-то есть. Вот сверху что-то есть. Условно можно назвать его, даже если вы хотите Бог. Высшая сила, высший разум, как хотите. Но нужно как-то найти общий язык, чтобы то, что есть сверху, не пакостило тому, кто есть снизу. Но если оно сверху, то сильнее меня. А я соответственно завишу от него. Если бы я не зависел, было бы намного лучше. Но поскольку уже так получилось, что он сверху, а я снизу, то надо как-то договариваться. И поскольку я, в общем-то, кроме уважения ничего принести не могу, то давайте я буду выражать свое уважение. Понятно, да? жизнь язычников вообще полна неприятностей и неожиданностей. Это если верить еще в одного Бога, тут еще попроще будет ситуация. Но есть же те, которые пошли немножко дальше и думают, что их там много. И тут начинается вообще невероятное. То, что понравится одному, может же не понравится другим. А может тот, кому не понравилось то, что я сделал этому, тот сегодня главнее или сильнее того, которому я понравился. Тот как бы не против был бы и помочь, но этот, который главнее не даст. Там вообще мрачная история, поэтому здесь у нас на первом этапе все было попроще. У них не было таких светлых идей еще в голове, которые появились чуть позже. Они верили только в одного, поэтому принесли в общем-то оба в одно и то же место, но одному не повезло, не приняли. И послушайте, если я выражаю своим даром благодарность, ну в общем-то конечно не очень хорошо, не не очень хорошо, что не приняли. Ну как-то неприятно, но не критично. Ну то есть я прихожу и говорю спасибо. вот к примеру там врач сделал какую-то операцию моему ребенку или мне или моей жене. Я прихожу там неважно. Я говорю большое вам спасибо. Говорит не стоит благодарности. Ну то есть не хочу. Ну некоторые понятно скажут отлично. ну для некоторых это будет не совсем приятно но непонятно непонятно честный человек денег не взял непонятно как это он не взял ну такое бывает не хочу неприятно непонятно но не критично понятно ничего не изменилось он он уже все равно сделал и сделал хорошо спасибо то есть на благодарность это не сильно повлияло удивило появилась еще большая благодарность но не критично понятно понятно но если вы пришли договариваться за операцию и вы ему денег не возьму вот тут уже а стоит ли к нему идти вообще а представьте если вас двое на операцию идет у одного берут а у вас нет как тогда у одного безнадежный случай согласен итак когда мы находимся на временной прямой и наш дар смотрит в прошлое не критично но если наш дар смотрит в будущее и его не приняли то что упс учтите при этом еще неприятность что у второго взяли это усугубляет вообще то есть если ни у кого не взяли еще слава богу все хорошо ну то есть всем плохо но если плохо только одному мне всем хорошо это же ни в какие ворота и в общем-то очень любопытно посмотреть народ занятий которым занимались эти два товарища два брата вы знаете что иногда профессия откладывает определенный отпечаток на людей да и очень сильный да это было характерно для продавцов овощных магазинов в советском союзе вот сразу было видно кто чем занимается что вы так все веселитесь вспоминаете продавцов хорошо да понятно тогда род занятий иногда накладывает определенные отпечатки на характер и поведение людей вот что интересно чем занимался один товарищ пастух в общем-то надо сказать что он не был продолжательным династией в советском союзе были династии трудовые династии слышали вы таких да дедушка был шахтером папа был шахтером ну куда мне податься понятно продолжатель династии тоже в забой да папа занимался чем земледелем это оттуда его выгод а потом он должен был возделывать землю и причем в поте лица да ту которую прокляли кстати из-за него или из-за его жены ну кто-то там был виноват двое оба как-то неудобно чтобы только одна хава была виновата ну ну поэтому оба виноваты да ну у него тоже была своя доля ответственности в конце концов он был главой семьи да итак сынок как бы один пошел по стопам отца а второй по ним не пошел вот после перерыва мы разберемся в чем собственно говоря кто куда пошел и по каким стопам